В наше время, когда со всех сторон в рекламе, в фильмах и даже книгах нам показывают обнаженные тела, мужчине, у которого еще не было в жизни полового партнера, сложно себя сдерживать. В нашу эпоху открытой пропаганды возраст начала половой жизни снижается. Поскольку в нашей системе практически отсутствует такое понятие, как сексуальное воспитание, подростки узнают обо всем, откуда попало. Очень повезло, если они узнали информацию от зрелого, осознанного и опытного человека. А если нет, то здесь как повезет, начиная от того, что можно подхватить какую-то болезнь, заканчивая тем, что могут появиться незапланированные дети. В конце видео вы узнаете о конкретных рекомендациях, как этого избежать и осознанно подойти к вопросу. Научный центр здоровья детей провел опрос 650 девушек и выяснил, в наше время 41% девушек к 15 годам уже имели половые контакты, а к 17 годам 100% опрошенных девушек. В 90-е годы 30%, причем 8% из этих 30, лишились невинности до 13 лет. Что же было в 80-х годах? Этот показатель был всего лишь 10%. 10% подростков имели половой контакт. В 70-х годах этот показатель был 3,7%. Да уж, в моем детстве мы лазали по стройкам, бегали по гаражам, катались на тарзанке и играли в футбол. Нам не впихивали всякую пошлятину через рекламу, и порно-сайты не росли, как количество венерических заболеваний. Мы не имели доступа к интернету. Кстати, у меня есть видео про порнозависимость и как высокоскоростной интернет повлиял на развитие этой зависимости у мужчин. Ну, раз уж такое время, от интернета мы никуда не избавимся, поэтому единственный способ это начать все это контролировать. Интернет они ставят, интернет! Он нам и не нужен, интернет ваш! По данным 2006 года, средний возраст начала половой жизни в России составлял 16 лет, а в 93-м году 19,5 лет. Средний мировой показатель равняется 17 годам. Половая активность идет рука об руку с ростом показателей заболеваемости. Известно, что у живущих половой жизнью подростков частота гинекологических патологий значительно повышена. Кстати, все знают про самое страшное заболевание, например, как СПИД, но мало кто знает и задумывается, что есть также заболевание, которое является скрытыми. То есть вы можете и не подозревать, что она есть у вас, а тем временем она может развиваться в вашем организме, и вы можете быть ее носителем. Более 40% мальчиков страдают от заболеваний, грозящих репродуктивными отклонениями. То есть могут быть проблемы с зачатием будущих детей. Десятилетнее наблюдение за 400 учащимися с 1 по 10 класс позволило выяснить, что распространенность хронических заболеваний возросла на 42%, а среди девушек на 28%. В целом общая заболеваемость подростков от 13 до 18 лет с 2000 по 2013 год выросла на 66% по всем показателям болезней. Только представьте, самые высокие показатели нарушений фиксируются в 8 и 9 классах. Это 13-15 лет. Абсолютно здоровых девушек можно буквально сосчитать по пальцам. При этом репродуктивное здоровье школьников страдает из-за чрезмерных нагрузок в школе, недостаточной физической активности дома и плохого питания. Сюда добавляется табачная зависимость и употребление спиртного. Кстати, гляньте видео про вред алкоголя. К сожалению, даже в условиях доступности любой информации российские подростки плохо разбираются в вопросах контрацепции. Среди учащихся старшей школы и студенток профучилищ 45% не владеют базовой информацией о контрацептивах. В России отмечается увеличение показателей бесплодных пар. То есть они не могут иметь детей. В 2013 году примерно 15% не имели детей вследствие бесплодия одного или обоих супругов. Вопрос сексуального образования в стране стоит очень остро. Однако на законодательном уровне обходится стороной. Итак, прежде чем задуматься о половой жизни в раннем возрасте, подойдите к этому вопросу осознанно. Получите больше информации, чтобы быть осведомленным и не совершить множество ошибок. Посмотрите мое видео про ранний секс за и против. Итак, каких ошибок вы можете избежать уже сейчас? Первое. Никогда не совершайте половой акт по пьяни. Вы не сможете себя контролировать и можете не придать значение многим вещам. Второе. Если уж так произошло, предохраняйтесь. Да и вообще всегда предохраняйтесь. Почитайте информацию о контрацептивах. О книгах на эту тему я скажу позже. Третье. Избегайте половых связей вне отношений. Можете вляпаться в плохую историю, не зная достаточно хорошо человека. Четвертое. Не торопитесь как можно раньше начать половую жизнь. Лучше займите себя чем-нибудь. Не ведитесь вы на моду и мнение друзей. Не торопитесь. Вы ничем не хуже, если у вас не было отношений. Этот факт значит лишь то, что вы себя цените и не готовы ложиться в постель с кем попало, как это делают многие. Я не говорю о том, что у вас не должно быть половой жизни. Просто не торопитесь, чтобы не сделать ошибок. Когда начинать, это ваше решение и ответственность. Помните, важен не сам половой акт, а чувство и человек, который рядом с вами. Физическая близость это как следствие, но не самоцель. Пятое. Если вас что-то смущает до отношений или после, вы понимаете что-то не то по здоровью и самочувствию, обратитесь к старшим, кому вы больше всего доверяете, или к более опытным людям. Ровесники в разумительный ответ вам скорее всего не дадут. Если вдруг уже что-то произошло, вы видите какие-то последствия, зуд, покраснение и так далее, обязательно обратитесь к врачу. Кстати, поучаствуйте в вопросе на тему, совершали ли вы ошибки из-за неосознанного начала половых жизней. В правом верхнем углу. Ну а для подростков, а это возраст 10-19 лет, я рекомендую книгу Джерри Бейли. В таких книгах есть информация про контрацепцию, безопасность, гигиену, зачатие, беременность и многое другое. Будет полезно также и родителям. В описании под видео я добавлю название и еще парочки книг на эту тему. Если вы считаете эту информацию важной, поделитесь ей с друзьями. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И конечно предлагаю посмотреть мое видео про то, сколько девушек за всю жизнь должно быть у мужчины. А также предлагаю заглянуть в плейлист про мужскую нравственность. Ставим лайк, подписываемся на канал. Всем пока.